АПЛОДИСМЕНТЫ Молодые люди, не так давно овдовевшие, а когда-то дружившие семьями. Она собирается переехать в другой штат, он всеми силами пытается удержать ее и предлагает выйти за него замуж. На протяжении всего спектакля Кристина и Герман ругаются, мирятся, выясняют, кто есть кто и кем являлись их половинки. Пьесу ставили на многих сценах мира. В постановке Московского театра главные роли исполнили Инна Чурикова и Геннадий Хазанов. Но звездность спектакля не напугала режиссера Михаила Агановского. Смысловую нагрузку передают как диалоги, так и действия актеров. А камин, лишенный электричества в начале спектакля, в конце действия загорается, словно символ семейного очага, словно знак, что жизнь никогда не поздно начинать сначала. Сделать не одолжение. Да, какой? Женись на мне. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, то, чего мне так не хватает? А я попробую дать это тебе. Вячеслав и Светлана сыграли сильно, словно на струнах души зрителя. Может быть, тема одиночества публике знакома, может, взяла в плен искренность актеров. Зал не раз во время спектакля переживал эмоциональные всплески. Отдельное слово стоит сказать о танце, как поворотной точке развития сюжета. Органичен был Вячеслав, хороша растяжка у Светланы. Здесь без комментариев. Ту-степ дословно переводится «двойной шаг». Герои сделали этот шаг навстречу друг другу. Актеры стали на шаг ближе зрителю. После овации в адрес актеров и режиссера друзья и коллеги признавались в теплых чувствах бенефицианту, отдавшему служению сцене 40 лет. Как бы гордиться им. И пусть эта стена, эта стена всегда будет для вас четко цветной. Мы переживаем, мы плачем, мы страдаем, мы веселимся, и мы очень благодарны тебе. Видеопоздравление от актера молодежного театра Михаила Примака, уехавшего в Калининград, заставило юбиляра улыбнуться. Стихи «Слава Шушакову» при Осаницам, идея режиссера Михаила Агановского выкатить на сцену импровизированный трон, позволила почувствовать признательность поклонников. Но Вячеслав не из тех, кто будет сидя почивать на лаврах. Да, у него золотой юбилей, солидный возраст, но в душе-то он Дед Мороз, а лавирды юбиляр произносил стоя. Моему брату, которого уже нет давно, который меня взял за руку и привел в театр «Маяк». Фея Николаевна, которая не делала из нас актеров, она делала из нас людей. И за это ей большая благодарность. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарим всем директорам Творца культуры, их за мою жизнь, девять вроде бы уже. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ребятам, работникам, девчонки с массового, я вас люблю! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Миша, тебе отдельно благодарность, что ты выдернул меня так вовремя, а то я как-то так на одном Дед Морозе одно время завис. Самым строгим и взыскательным критиком славы во все времена являлась его супруга Валентина. Вячеслав со сцены поблагодарил любимую жену за терпение и веру в него. Признался в любви салдинской публике, чьи глаза помогают справиться с волнением. У нас в Салде вообще замечательный зритель. Они очень хорошо понимают, они слышат, что мы хотим донести. Ну не всегда, может, получается, но мы стараемся. И спасибо, что зал был такой. Да я вообще счастлив. А публика счастлива наблюдать игру Вячеслава. Он хороший актер и партнер по сцене для коллектива «Орликино». Это чудный человек. Он талантливый актер, естественно. А самое главное, что он человек хороший. И партнеру с ним на сцене, который не искушен в театральной среде, начинающей, ему очень легко. Потому что слава, он помогает. Он никогда не подставит. Он тебе поможет, вывезет. Он сделает так, чтобы ты тоже раскрылся на сцене. Бенефис удался. Для Вячеслава, сыгравшего более 100 ролей за 40-ка лет, это не точка. Это запятая. Подвели итог. Неплохой. Идем дальше. И будем стараться еще лучше. С наступлением новогодних праздников Вячеслав Шушаков облачается в костюм новогоднего волшебника и дарит радость салдинской детворе. Поэтому вполне логично, что в день бенефиса ему вручили сертификат почетного Деда Мороза с неизменной пропиской во Дворце культуры. Да, он и так постоянно на сцене. Дед Мороз, он Дед Мороз. Я, наверное, всю жизнь уже Дед Мороз, даже если снимаю бороду. Роли, роли. Роли мне нравятся. Правда, вот плохие роли почему-то у меня не получаются. Я имею в виду отрицательные. Я не знаю почему. Но они у меня никогда не получались. Даже Фея Николаевна мне говорила, нет, тебе бандитов не играть. Так что, ну, наверное, не судьба. Хотя, может быть, что-то выдавим из себя потом. Когда стихли овации и опустил зал, Слава продолжал принимать поздравления от близких друзей. Все с той же обезоруживающей улыбкой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!